Что делать, если счетчик на электроэнергию установлен не в квартире, а в подъезде? И как поступить, если в подъезде установили вторую дверь без разрешения жителей? На эти вопросы ответит эксперт в сфере ЖКХ Наталья Балабина. Добрый вечер. Добрый вечер. И первый вопрос. Энергосчетчик стоит не в квартире, а в подъезде. Квартира не приватизированная, а по договору найма с государством. Кто в таком случае обязан платить за смену счетчика? Независимо от того, что электросчетчики стоят не в квартире, а на лестничных клетках, они в любом случае фиксируют потребление электроэнергии в каждой квартире. Допустим, четыре квартиры на этаже, значит, четыре счетчика стоят в общем щитке. Здесь вопрос, конечно, понятен. Вы не являетесь собственником квартиры, собственником является муниципалитет, то есть администрация. И они обязаны устанавливать электрические счетчики и менять, в том числе, когда подошел срок уже их замены. Для этого вам необходимо обратиться в администрацию своего района, там, где вы проживаете, в отдел жилищно-коммунального хозяйства, написать заявление, и вам должны ответить на это заявление. Но в любом случае сначала изучите свой договор социального найма. Возможно, в нем прописано, что наниматель обязан менять счетчики. Поэтому будьте внимательны. И еще один вопрос. Председатель дома без разрешения жильцов установила вторую дверь в подъезде. Как отменить это решение? В любом случае председатель не сама же устанавливала дверь, а устанавливала ее управляющая компания. Для того, чтобы одна дверь была или две двери было, нужно посмотреть техническую документацию дома. Но с практической стороны важно, чтобы дверь была герметичной, чтобы в подъезде было тепло. И она для комфортного проживания, собственно, предназначается. Поэтому по решению одного председателя, управляющая компания не могла поставить вторую дверь. Должно было обязательно быть либо общее собрание собственников, так как двери, это общее имущество, и должны решать все. Либо протокол совета многоквартирного дома, если совет наделен полномочиями на проведение текущего ремонта. Обратитесь в свою управляющую компанию и там выясните, был ли такой протокол. Если это незаконно, то, естественно, вторую дверь должны убрать управляющая компания.